Теперь есть подробности. Под ограничение попали две зарегистрированные в Крыму компании. Теодосы и Черноморнефтегаз. А также 13 человек. Шестеро россияне. Это в частности первый глава администрации президента Вячеслав Володин, руководитель Думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин, командующий воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов и прокурор Крыма Наталья Поклонская. В перечне есть и граждане Украины. Среди них Вячеслав Пономарев, которого называют народным мэром Славянска, и Роман Лягин. Он возглавляет Центр-избирком Донецкой Народной Республики, накануне провозгласивший независимость от Украины. Всем запрещен въезд в страны Евросоюза, а счета в европейских банках, если таковые найдутся, должны быть заморожены. За два месяца санкционный список ЕС разросся до 61 фамилий. Очередное его расширение в российском медиа назвали свидетельством однобокой политики Брюсселя. Вместо того, чтобы сосредоточиться на разрядке украинского кризиса, про заружение правого сектора и установление диалога кризиса на разрядке украинского кризиса, про заружение правого сектора и установление диалога кризиса на разрядке украинского кризиса, про заружение правого сектора и установление диалога кризиса на разрядке украинского кризиса, про заружение правого сектора и установление диалога кризиса на разрядке украинского кризиса, про заружение правого сектора и установление диалога кризиса на разрядке украинского кризиса, на Роженевской договоренности от 17 апреля. Пока же, Атметовский, поставленный дипломат, Запад пытается влиять на Киев. Без февраля ползаканчивается. Что касается нынешней вспышки насилия на Украине, то я считаю, это стало результатом незаконного свержения легитимных властей страны в процессе беспорядка в Украине. В процессе селения со стороны США и ватарных стран, которые пытаются повлиять на Украину, чтобы заставить ее встать на патриотике по образцу западной демократии. В районе Краматорска, Бабаневская область сегодня произошло из-за столкновений между местными ополченцами и десантниками 95-й украинской аэромобильной бригады, которые, по данным из Киева, потеряли 7 человек убитыми, пострадавших, по разным данным, от 7 до 20. Силы самообороны сообщают, что с их стороны один человек погиб и что подбиты два бронетранспортера, на которых передвигались десантники. Представители ополчения утверждают, что пытались остановить колонну, которая двигалась, как сказано, на проведение зачистки. Украинские военные, в свою очередь, выдвигают версию, что это на них напали, обстреляв из гранатометов. Из находящегося неподалеку Славянска сегодня в первой половине дня поступали сообщения, что присланные Киевом силовики ночью пытались штурмовать город и обстреливали окрестности. В Славянске живут по последней переписи почти 120 тысяч человек плюс пригороды, в том числе поселок Андреевка. Вот везде люди прорвают 70 человек плюс пригороды в боевых действиях. А с рассветом на улицах начинается некая подобия прежней жизни. Тимур Сиразиев провел там этот день.